Физкульт-привет! С вами Мария Иванова. Я нахожусь на северном берегу Иссыкуля, ЦО Каприз. Здесь проходит Кубок Азии, чемпионат Центральной Азии по триатлону. Участвует 16 стран, более 300 участников. И для вас, у меня, дорогие зрители, мои любимые подписчики, есть классная новость. Те, кто досмотрит выпуск до конца и ответит на вопрос, дает ли шанс этот турнир набрать очки и пройти на Олимпийские игры, тот получится приз от Федерации триатлона. Все остальное в репортаже. Баштадык! В первый день турнира участия приняли более 100 профессиональных спортсменов из таких стран, как Кыргызстан, Япония, Германия, Австрия, Казахстан, Узбекистан, Иран, Арабские Эмираты, Гуам, Австралия, Сирия, Индия, Сингапур, Азербайджан и Тайвань. Президент Федерации триатлона Крыговской Республики Чингис Алканов. Расскажите нам Кубок Азии и Чемпионат Центральной Азии. Почему эти два турнира параллельно проходят? Экономим деньги! Вот самый главный аргумент. Ну и помимо этого гораздо удобнее соревноваться в это время, потому что дальше уже будет довольно холодно, а как бы дробить между стартами, это для спортсмена тоже не очень удобно. Если он там сюда приехал, то уж пусть сразу и там, и там. Проводится уже не первый раз. И вот немного о развитии расскажите. Проводится не первый раз, но впервые такое количество участников. Очень много людей из разных стран, спортсменов. Здесь вот в этом деле главное постоянство. Вот для тех, кто жил в 90-е, раньше все знали, что там в 7 вечера по такому-то телеканалу будет сериал. И все как бы под это дело свой график подстраивали. То же самое и с соревнованиями международными. Если их каждый год проводить примерно в одно то же время, в одной локации, то спортсмен привыкает и потихонечку как бы это ставит себе в график. Плюс он слышит от других спортсменов, что да, там постоянно призовые выплачивают, место красивое. И вот таким образом место раскачивается. Все возможно. Отлично. Спасибо большое. Круто. Профессионалы выполняли дистанцию спринт. Любители участвовали в стандарте и спринте. В категории Ю-15 13-15 лет выиграли атлеты из Казахстана среди девушек Арина Давыдова. Рамазан Айнегов среди парней. Среди стран Центральной Азии сильнейшими атлетами стали Екатерина Шабалина и Александр Куришов. Среди женщин Кубок Азии выиграла Екатерина Шабалина. Казахстан среди мужчин победу одержал Крис Зейхмер из Германии. Чемпионка Кубка Азии, элита, профессионал. Я вас поздравляю. Екатерина Шабалина. Пару слов. Вообще вы впервые участвуете на Иссыкуле именно. И как вам дистанция у нас, спуски, подъемы, водичка? Рассказывайте. На удивление я выступаю уже второй раз здесь. Два года назад я участвовала на чемпионате Азии, где стала второй. Драсса мне очень нравится. Это раз. Во-вторых, мне очень нравится это озеро. Оно очень красивое, виды очень красивые. Организация сама очень нравится. И вообще, то, что очень много болельщиков меня это очень сильно заводит. И я стараюсь подбодрить также и своих соперниц. Чемпион Кубка Азии, элита, профессионал. Какой ты? Насколько ты? Я Крис Сима, из Германии. Я победила в Азии сегодня. Это был отличный рейс. Это твоя первая встреча в Кыргызстан? Да, моя первая встреча. Я не был здесь, но я очень любил здесь. Это очень красивый место. И я счастлива. Спасибо. Поздравляю. Чебеков среди женщин. Золото у Айтунок Джо Марк Кызы. Ну что, вы первые пришли, я вас поздравляю. Расскажите, как условия, как трассу прошли? Было тяжело, легко? Ну, было достаточно привычно. Мы на этой трассе уже не первый год выступаем, поэтому прошли довольно-таки комфортно, быстро. Да, достойно? Да. В этот раз мы сделали супер спринт. Получается, это 300 плавания и 8 километров вел и 2 километра бег. Получается, это не спринт. У нас в основном мы делаем спринт. Это получается 750 метров и 20 километров вел и 5 километров бег. Ну, в этот раз что-то быстро мы закончили. Ну, как этот, 30 минут 32. Общее время получилось. Профессионалы выполняли дистанцию спринт. Любители участвовали в стандарте и спринте. Во второй день соревнуются любители, мужчины и женщины в разных возрастных категориях. И у них есть такая олимпийская дистанция, формат эстафеты. Три участника в команде. Каждый отвечает за одну дисциплину. Кто-то за плавание, кто-то за бег, а кто-то за велосипед. И так самое выношенное. И так, 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 самое выношенное. Так, девчонки, вообще впервые, да, в частности? Первый. Последний. Мы, по идее, дня три-четыре назад поняли, во что мы вязались. И осознали, насколько это всё серьёзно. Это всё не вижу. О! Молодец, молодец. Это нереально, честно, я в шоке. Я в начале думала, что сейчас техника, сейчас я кролю поплыву. Первый раз задохнула, все просто, как волгу надо плыть. Я рада, что доплыла. Конечно. Последняя доплыла. Как вообще появилась эта идея? Я видела, что Мириша. Это всё Мириша. Это всё Мириша, это всё она. Супер-женщина. Да, да. На велике, да? Да, на велике. Я же говорю, мы его... Просто мы случайно оказались не в том месте, не в то время. Наоборот. Не в том месте, не в то время. На турнире работали судьи из пяти стран Кыргызстана, Ливии, Казахстана, Узбекистана и Катара. Также помогали волонтёры из Бишкека и Чалпанаты. За безопасность отвечал технический персонал и сотрудники ГОБДД, МЧС и скорой помощи. ГОБДД 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 Спасибо большое. Спасибо, что досмотрели до конца. Да, да, мы готовы. Поехали. Придовой фонд у профессионалов чуть больше полмиллиона сумок. Любители получают также медали. И подарки от фондоров и фондоров. Как я и обещала, призывы ждут вас, мои дорогие подписчики. Я трех человек, который правильно ответил на вас. Давайте отдельно поприветствуем гостей. Республика Казахстан. Попасть на Олимпиаду 24. И есть крутой приз. Я уже повторяюсь. Это страховка автомобиля от ОСАГО. 5 минут 43 секунды. Это был репорт Асмар. Виктор.